Чем мне всегда нравилась Англия, так это тем, что там всегда такие были неугомонные изобретатели, кто-нибудь чего-нибудь да изобретал. И вот сегодня у нас пойдет об одном таком, которого, скорее всего, соседи в свое время ругали, проклинали за излишний шум в мастерской и отрестностях. А точнее, вот если сказать, то 24 декабря 1801 года, это целых 213 лет назад, Ричард Тревитик, был такой английский изобретатель, продемонстрировал свой первый парвой автомобиль. Вот данная монетка посвящена, конечно, паровозу, но в те времена существенные разности между паровозами и автомобилем как-то не сильно наблюдалось. Тем более паровозы-локомотивы были не такие огромадные в самом начале, как стали потом, например, во время царя-батюшки, ближе к 1917 году. А были такие скромные маленькие тележки, из котла вырывался пар, лишнее давление, а то, что нужно, уходило на тягу для того, чтобы вращать колесо. Итак, Ричард Тревитик продемонстрировал свой первый паровой автомобиль в промышленном городке Кэмборн на юго-западе Англии. Вот такой был механик-конструктор, как я уже сказал, Ричард Тревитик. Машина была рассчитана на 8 пассажиров и приводилась в действие паровой машины с одним горизонтальным цилиндром и котлом высокого давления на раме между двух огромных задних колес. Уголь в котел подбрасывал стоящий на запятках кочегар. В 1829 году паровики стали самым быстрым транспортом для пассажиров. Скорость вместительных амнибусов достигла огромной скорости целых 24 км в час. В 1834 году паровой амнибус Мочерони и Сквайера показал рекордную для тех лет надежность 2740 км без какого-либо ремонта. Серьезной преградой развития паромобилей стали лошади, которые пугались при виде грохочущей, извергающей пары экипажей и становились неуправляемы. То есть несли. Вот на паровике ополчились и процветащие до сей поры конные компании и владельцы дорог. Вот не каждый мостовая выдерживал паровой экипаж с тяжелым котлом. Вот в результате в 1865 году был принят так называемый закон о красном флаге, согласно которому перед каждым самоходным экипажем не ближе 55 метров должен был идти человек, предупрежавший о возможной опасности. И тем не менее, потерпевшие многочисленные усовершенствования паромобилей применялись вплоть до 1910 года включительно. И оказывали серьезную конкуренцию автомобилям с двигателем внутреннего сгорания. Ну вот, что значит бензин? Еще заправок в те времена строилось не так уж и много. А дров можно было набрать в любой деревне, в любом лесу, накидал в котел и едет дальше. Вот такое исключительно замечательное событие явили миру англичане, в очередной раз удивив в 1801 году самым первым паровым автомобилем в мире. Ну что ж, на этом, пожалуй, все. Спасибо за внимание. До свидания. Продолжение следует...